Добрый день, друзья! Сегодня я предоставлю вашему вниманию несколько шокирующих видео. И мне бы очень хотелось, чтобы эти видео посмотрели те украинцы, которые собираются голосовать за Петра Порошенко. Я сегодня решил показать все реформы Порошенко в одном видео. Это видео можно назвать по-разному. Мы в Европе, или Житы по-новому, или Дорога в Брюссель. А можно проще. Дорога в ад. Я специально убрал звук с этого видео, потому что девушка, которая ехала за рулем и снимала это видео, так ругалась матерными словами, что мне просто уши вяли. Поэтому я, чтобы не травмировать вам психику, звук просто убрал. Ну давайте так, вы это видео посмотрите, потом я зачитаю один комментарий, а потом мы послушаем, что по этому поводу думает сам Петр Порошенко. Спасибо. 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 Возможно, вы не все поняли. Это основная трасса в Украине, Киев-Одесса, 231-й километр. Ямы такие, что у многих машин не только колеса подпадали, а у некоторых даже передние мосты подрывало. Многие машины просто валяются в кувете. Но давайте я лучше зачитаю пост из фейсбука одной из потерпевших. Крик души. Здесь должны быть одни матюки. Держу себя в руках. Итак, о главном. Трасса Одесса-Киев, 30-21-й километр. Гора, туман и тут яма на всю дорогу. Кто еще успел, сообразил, удержал руль. Таких мало, конечно. Они есть. Большая часть лежит, либо стоит мертвым грузом. Кто на боку, кто на отбойнике. А машины продолжают лететь в бездну. Утро, рассвет, приехали дорожники. Доблестная полиция. Пока все дружно рассуждали, в полицейскую машину въехал газон. Потому что его таранила фура. Президент, Верховная Рада, Укравтодор, местные власти. Тут матюки дальше идут. Где покращения? Где дороги? Где цены на топливо? Стою вдоль трассы. Машина разбита. Вызвал из Одессы эвакуатор. Сижу, жду его и думаю. Сука, в какой стране я живу? Кто в ней правит? Хватит воровать деньги. Хватит грабить народ. Хватит. Дорогие мои, в последнем костюме карманов не будет. Помните это. Выборы не играют, а народ страдает. Здоровья вашим детям, олигархи долбаные. Ну а теперь давайте вспомним, что говорил Порошенко в своей пламенной речи несколько дней назад на форуме «От Крут до Брюсселя», на котором он объявил, что идет баллотироваться на второй президентский срок. Децентрализация даёт возможность приводить до лагу мережу дорог в регионах и громадах. И будивництво дорога стало символом пяти роков с 14 по 19. Вот скажите, как у Порошенко хватает совести, а говорит на всю страну, что строительство дорог в Украине стало символом последних пяти лет? Ну вот как можно верить человеку, который собрал в зале толпу своих сторонников и нагло врет на всю Украину? Но противнее всего было смотреть, как выходили на сцену жаполизы президента и пели ему сладкие оды, а он сидел и самодовольно улыбался. И самое неприятное было то, что с уст ни одного выступавшего не прозвучало в адрес президента абсолютно никакой конструктивной критики. Все только выступали и его хвалили. Но особенно постарался в этом плане мэр Днепропетровска Борис Филатов. Еще совсем недавно он был в команде Коломойского. Но теперь у Филатова новый папа, который позволяет ему деребанить бюджет города. И поэтому нужно вылизывать папе одно место и петь ему сладкие оды. И только один человек, имя вы его знаете, поделился властью, полномочиями с людьми. Его фамилия Порошенко. И я считаю, вот видит Бог, совершенно несправедливо не признавать того, что сегодня в каждом новом отремонтированном детском садике, в каждом новом километре дорог, в каждом новом троллейбусе есть частица заслуг Петра Алексеевича. Ну давайте вернемся к нашим дорогам. Я уже рассказывал, что иностранцы, проезжающие в Украину, шокированы не качеством наших дорог, а их отсутствием. В этом видео мы увидели, как пострадало 16 машин. И ямы образовались именно на том участке, который только в прошлом году отремонтировали. Вот просто хочется, чтобы Порошенко честно ответил, где мы можем оказаться с такими дорогами? Мы в Европе. Да не в Европе мы, а в глубокой жопе. И туда нас завел Порошенко со своей бездарной командой. Я понимаю, что сейчас парохоботы начнут кричать, да это только на одном участке дороги такое. Да нет, ребята, такое безобразие творится по всей Украине. И я вам сейчас покажу еще одно видео. Это уже Полтавская дорога. Продолжение следует... Вот если бы всех тех участников форума, на которых так помпезно Порошенко выдвигали на второй срок, да всех скопом провести по этой дороге, я думаю, тогда у них сразу пропало бы желание хлопать речам своего патрона и петь ему сладкие оды. Мы же все с вами понимаем, какие деньги отмываются на ремонте и строительстве дорог. Минимум разворовываются до 40% вложенных средств. И так каждый год, из года в год. И поверьте, что все проверяющие и контролирующие службы об этом знают и закрывают на это глаза. Почему? Да потому что они получают свою долю отката и поэтому тупо молчат. Обидно то, что мы, налогоплательщики, из-за этого никогда не будем ездить по качественным дорогам. Потому что все, кто так усиленно рвется к власти, видят перед собой только одну цель – деребанить бюджетные бабки. И это тоже одна из причин того, что наша молодежь, выезжая на заработки за границу, любыми способами старается там зацепиться и легально остаться, жить и работать. Ведь там идеальные дороги. И не нужно по пустякам тратить нервы, проезжая по нашим убитым дорогам и постоянно ремонтируя машины. Поэтому, когда вы будете слушать предвыборные обещания Порошенко касательно строительства и ремонта дорог, когда он и его команда будут вам рассказывать, сколько миллиардов денег потрачено на эти цели, вспомните это видео и подумайте, сколько бюджетных денег закатано в некачественный асфальт, а проще говоря, разворовано. И обиднее всего, что это украдены наши с вами деньги, которые мы отчисляем в виде налогов. И вот поэтому я полностью согласен с тем, что написал у себя на странице в фейсбуке Михаил Добкин. Первым указом нового президента должен быть указ о запрете выезда из страны всех членов блока Петра Порошенко и Народного фронта вместе с их обслуживающим персоналом из правоохранительных органов. Если этот указ исполнить, то вскоре после инаугурации гарантированно будет чем вернуть долги Международному влюбленному фонду. И еще намногое другое останется. И еще, чтобы немножко разрядить обстановку касательно выборов. Мне, конечно, пишут разное. Под каждым видео зрители оставляют от тысячи до несколько тысяч комментариев. И периодически я в своих видео некоторые из них зачитываю. Вот и сегодня я в заключении вам одно из них зачитаю. Татьяна Гречухина написала в комментарии с глубоким подтекстом. Сколько не клепай о выборах видосы, президента в Украине выберут пиндосы. А на этом, друзья, у меня сегодня все. Подписывайтесь на мой канал. Всем всего самого наилучшего. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok